В магазине по улице Московской Саровчанин украл товар на сумму 2900 рублей. Полицейские также зарегистрировали сообщение от жителя города о том, что неизвестный похитил его сотовый телефон из салона автомобиля. Пока у одних воруют имущество, другие отдают его сами. На прошлой неделе Саровчане перевели мошенникам более 355 тысяч рублей. Из них 13 250 рублей потеряла женщина, которой в Телеграме сообщили о выигрыше в одном из интернет-магазинов. 44-летняя Саровчанка сообщила, что в одном из Телеграм-каналов проводился розыгрыш. После того, как она выполнила все условия, ей пришло сообщение от администратора канала о том, что она получает приз в виде 50% скидки на покупку представленной в их магазине мебели. Саровчанка, не раздумывая, сделала заказ на кресло-трансформер и перечислила по предоставленным реквизитам денежные средства в сумме 13 250 рублей, после чего сообщила об оплате администратору. Позже администратор снова связался с Саровчанкой и сообщил, что оплата ее заказа не прошла и нужно внести деньги повторно. Тут женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 159 у КРФ. Трех миллионов лишился Саровчанин, который передал деньги курьеру. Саровчанину около 80 лет. С ним связались по стационарному телефону, сообщили всю информацию о том, что родственник попал в ДТП. Мужчина собрал все имеющиеся сбережения и передал их курьеру. На данный момент курьер задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. На удачу пенсионера перевести деньги на счет мошенников курьер не успел, поэтому средства вернут владельцу. 25 марта с 14 до 15 часов член общественного совета прем.м. МВД России по ЗАТО Саров Сергей Гостяев проведет горячую линию по вопросам работы правоохранителей. В течение часа по телефону 60602 саровчане смогут обратиться с просьбами, пожеланиями или вопросами, находящимися в компетенции полиции, в том числе по соблюдению дисциплины и законности личным составом.